Абдул Кадир Дагулу В такой атмосфере трудолюбия воспитывались Кадир и его братья. Они с детства усвоили, что деньги не бывают легкими. Будущий актер в юношеском возрасте мечтал стать барменом или поваром. Благодаря поддержке старшего брата Кемоля, Кадир смог переехать в Стамбул. Он работал в мастерской, разносчиком воды. Благодаря своей красивой внешности и высокому росту, парня заметили и пригласили поработать моделью. Так Кадир стал работать в модельном бизнесе. После чего последовала актерская карьера. Дебютом стала роль Али в сериале «Маленькие тайны». В 2010 году эта роль сделала начинающего актера известным во многих странах, а кинокритики стали пророчить большое будущее. Съемки сериала продолжались два сезона. Многим тонкостям приходилось учиться уже на съемочной площадке. Как вспоминает Кадир, у многих актеров был опыт из спецкурса, а у него только опыт из жизни, несколько фотосессий и 4 месяца подготовки. По его образному выражению, на съемочной площадке актер чувствовал себя рыбой без воды. Кроме сериала «Маленькие секреты», Кадир в 2011-2012 годах снимался в роли Байрам Паша в сериале «Лихая семерка». Роли оказались значимыми для судьбы юноши. Телесериалы имели большую зрительскую аудиторию, которая полюбила молодого исполнителя и убедилась в его таланте. Актер смог сыграть искренне и убедительно. Кинокритики утверждали, что юношу ждет успешная актерская карьера. Дагулу получают много других предложений. Следующей работой в кинематографе была роль в сериале «У меня есть история», сыгранная в 2013 году. Далее в актерской биографии Кадира появляются серьезные роли в драматических, мелодраматических картинах. Он участвует в съемках боевиков. Интересным фактом из жизни актера является то, что съемки в фильмах Дагулу совмещают с работой в одном из ресторанов – Стамбула. Таким образом, актер остается преданным своей детской мечте – работать поваром. Так как юноша привык все в жизни делать, выкладываясь максимально, он даже получил высшее образование по данному направлению. В личной жизни актера не обошлось без разлук и новых встреч. Некоторое время Кадир Дагулу встречался с Ханди Янер, популярной в Турции певицей, внесшей новый оригинальный стиль в турецкую поп-музыку. Отношения с Ханди, которая была старше Кадира и имела больше опыта в шоу-бизнесе, помогли юношу приобрести некоторые важные знакомства и связи. Завершение отношений с певицей совпадает со взлетом актерской карьеры. Судьбоносными для Кадира становятся съемки сериала «Два лица Стамбула». Партнерша актера, исполнявшего главную мужскую роль Маджита, стала молодая, но уже очень известная актриса Неслихана Тагюль в роли Нереман. Молодые люди играли на экране влюбленную пару, но именно на съемках их чувства из киношных стали настоящими. Ставшие мужем и женой, Кадир и Неслихан продолжают успешно сниматься в кино. Но и сейчас актеры с благодарностью вспоминают совместную работу в сериале, благодаря которой они смогли раскрыть друг в друге лучшие черты. Состоялось обручение очаровательных актеров, церемония прошла в узком кругу самых близких друзей. Молодая пара поспешила поделиться личным счастьем со своими поклонниками, выложив в соцсетях фотографии со свадьбы. Сейчас счастливый муж и жена успешно снимаются один. Неслихан, в красивой мелодраме «Черная любовь», с Бураком Ащевитом, а Кадир, в «Великолепном веке». Сейчас молодой актер находится на пике популярности, снимаясь в проекте «Великолепный век». Продолжает поддерживать Кадир и брат актера Кемал, очень известный в Турции фотограф, певец, стилист, активно рекламируя новый сериал.